всем привет продолжаем играть в тлд так удаляем сохранение 40 новая игра значит мы продолжаем играть почему за сумерки так ладно мордор урок урок но я так думаю что за урука а ну раз урок следующий значит будем за сармана играть я не буду играть за урука и за сармана и за саурона в этом нет смысла следопыт есть урок хайзенгарда будем новорожденным по стандарту так и здесь принципе мощный выстрел мощный удар сила интересует ну и харизма надо владение оружием чуть лидерство ей содержание пленных есть пойдет одноручный или двуруч ты твоя не знаю на то что стрельба из лука будет могу я так его назвать да спокойно но будет полу углу к полу лордс какой-то не знаю так по внешности хита все они сгорбившиеся с улица тут принципе не особо важно вместо бороды у нас клыки можно еще так сделать и на урука даже особо не похож она пусть такие будут без разницы по прическе тут вот такой я бы сказал пусть что-то вот такое наверное будет будет молодым новорожденный же все таки как можно быть новорожденным стариком тут еще есть параметры угрюмость можно таким более жалостливым сделать да наверное угрюмость я выкручу он будет очень злобным максимально и щурится или нет но щурится будет до забавно тут можно просидеть по настраивать так ширина носа щеки будет таким довольно худым капец что это за подбородок блин кирпич какой-то не знаю я до этого не занимался как бы кастомизации персонажа но сейчас что-то решил немножко уделить этому внимание размер глаз пусть такие будут наверное как то вот так он даже вроде как такой знаете более симпатичный что ли ну по меркам уроков достал это что-то замышляешь против меня она пусть такой будет форма рта то есть можно более добра можно более злым его сделать вот как то так глаза неплохие кстати но все принципе ладно я уже четыре минуты кастомизируем достаточно ограбить караван конечно же грабить а что тут за оружием не дадут вначале а ни хрена себе еще и двуручный хорошо тихо 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 зараза блин не брони ничего вообще зарубить их хотя бы так я не могу даже камеру передвинуть посмотреть что там вообще происходит все кто такие не стоит вмешиваться в наши дела без моей помощью бы все лежали мертвые да сейчас мы проверим кто из нас замор уж тяжело ну давай у меня блин двуруч зараза блин а какого же черта он в доспехах это не честно а так ладно плохой изенгардский меч и червивый хлеб мы оказались возле артханка в изенгарде в долине нанкуру нир преимущество виде да 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 боже это музыка из стандартного этого серьезно войти в подземелья так что подразумевает подземелья под собой да вот так у нас подземелья изенгарда выглядит давайте осмотримся здесь здесь особо нечего ловить наверное сейчас посмотрим так но меня надо начать здесь уже как бы не как за орка тоже мы будем сильными и мощными но и доспехи нормальное надо найти не нравится то что сутулиться уроки почему их такими сделали можно было просто взять модель человека стандартную не знаю раздуть и увеличить так ладно пойдем тогда сюда орки изенгарда здесь ходят пусть ходят те жалкие снаги так а это у нас что интересно блин я даже не представляю сколько это по времени вот это все сделать занимает тоже охренеть так а здесь у нас продуктовые запасы или что так есть путь в ту сторону на следопытую рук хай такая-то спуск куда похоже на какую-то башню но под землей серьезно здесь типа древесину сваливают в этом месте а и внизу эти самые горные которые они поддерживают с помощью этой древесины можно посмотреть что тут в самом низу я так чувствую мы первую серию просто будем они отвод снаряжение пожалуйста это мне нужно было найти так ну денег у меня немного рук хайская кожаная броня с кольчугой урочи доспехи нам не подходит понятное дело но и слава богу рук хайские шлема полководцев есть тут короче да вот этот шлем я тоже помню с первой части фильма следопытов уроков одевали в такие которые за братством отправились так но это кузня а припасы тут наверное нет прикольно сделано блин а локация ветериально не маленькая офигеть есть здесь подъем хотя здесь подниматься трудно она это просто вышка то есть это башня под землей получается ну ладно видимо для каких-то надсмотрщиков следить за рабами или что-то в этом духе я даже потерялся вообще где нахожусь откуда здесь ворон серьезно под землей а ну хотя да есть такое выйти на главную площадь давайте выйдем это я так понял изенгард снаружи можно посмотреть да так у нас просто следопыт стоит это здесь мы походу в самой яме в самом низу вообще я помню изенгард по-другому выглядел это ну видимо у меня тогда другие версии мода были и там как бы снаряжение вот это все было на поверхности то есть не было вот этих ям я этого не помню всего хорошо если подземная кузница хорошо если просто войти в город посмотрим вообще снаружи как выглядит изенгард да это сильно отличается от того что я помню потому что там были просто углубление в земле типа и в них уже стоял там кузнец вот это я помню здесь какой-то уже навороченный изенгард неплохо только стен я что-то не наблюдаю если вот это конечно не стена на стену это не особо похоже ну да ладно хотя возможно больше соответствует описанию по лору вот как бы самая башня да она очень простая она очень просто сделала но по описанию подходит принципе поэтому нет у меня никаких вопросов мне надо припасы найти обязательно вот где их искать это вопрос вот здесь наверно где-то нифига да изенгард сделан люто конечно мне нравится это реально прикольно бронда его чисто иду наугад как бы может быть там где-то припасы а тут даже не подняться на кстати вот так у нас вход выглядит мне это что-то напоминает в латре тоже такие были колонны с цепями но только они были заметно ниже то есть они были на уровне человека что ты не мог просто свернуть повернуть пройти через них вот здесь они высоко установлены а может быть это вообще цепи которые а нет может быть думал о подъемный мост тут внутренние ворота есть вот они пожалуйста их очень плохо видно они очень темные ржавые какие-то вот есть внутреннее помещение в латре здесь тоже есть это помещение что забавно ну и внешние врата конечно же да и снаружи тут у нас есть следы деятельности изенгарда то есть вырубленные леса всякие различные постройки там он дальше путь есть но стены какие-то слабенькие если честно они очень низкие не знают лестницу кажись поставишь и можно залезть будет но зато здесь стены они как скалы то есть реально как скала фильме это было больше похоже на именно крепостные стены полноценные в латре нечто смешанное то есть там скалы на которых виднелись башни то есть там вот этот все обустраивали здесь это просто скалы ну ладно пойдет так по ходу я нашел грима змеиный язык а ты у нас здесь получается этот выдаешь задание да ну то есть староста деревне у нас грима гнилоуст ладно что задание сопроводить обоз в охотничий лагерь у рука и недостаточно воинов но мне недостаточно воинов к сожалению я слышал о могучих руках я до сих пор не впечатлен есть среди них отменные рубаки или нет вы великий полководец это всем вокруг ясно просто какой-то урок раздетый голый подошел без войск без ничего да конечно вы мудрые раз решили взять под свое знамя только самых храбрых и опытных бойцов на мой вам совет сражение выигрывается не только железом и силой командир но и хитростью предвидением поступка врага у нас здесь есть главный разведчик орг который присягнул на верность самому саруману великому я слышал он провел много лет в туманных горах ловя и укращая варгов опытный следопыт и охотник это дургаш найдете в нем самого полезного прихвостный господин обычно прячется около ям варгов понятно это намекнули на этого на компаньона которую могу нанять так там у нас спуск в шахты и так понимаю где выдающий блин запасами он в этот вардханг какая-то простая деревянная дверь но она есть старосту я нашел это хорошо но надо припасы обязательно где-то здесь что ли я не знаю тут хожу брожу уже минут 20 наверное можно мне броню эту забрать почему она здесь не тут просто лагерь у нас что это такое торг типа типом моделька чем странно короче это сделано нашел место походу здесь скидывают древесину для горнов самый низ но падать я не хочу наверняка разобьюсь поэтому пойдем дальше искать провизию тут он вообще какой-то разрушенный мост есть интересно почему он разрушился из-за того что подкоп сделали типа за всех этих ям о кстати вот и дургаш стоит у нас здесь тут самоукоротитель варгов блины вот куда мне идти тут он типа кровь или что это а ну бывает что могу еще сказать бывает а вот ведущий запасами понял короче если кто вдруг будет играть от главной площади перед входом вардханг слева от грим и там есть спуск вниз деревянный которая говорил типа который ведет в шахты вот он как раз ведет сюда так ну замечательно он давайте вам покажу даже причем тут есть варианты можно здесь где-то спуститься наверно можно туда пойти но как бы да вот он проход мало ли вдруг кому-то может пригодиться так ну и давайте тогда мы зайдем внутрь артханка поздоровимся с ароманом офигеть белый перст кстати а можно после взять посох один в один как фильме прям и палантир чик так тут у нас мог 7 полы есть гронг людоед есть . так поручение есть а лак и стар на 100 лист арноста в пещеру тролли он уехал да ну сгоняем в пещеру тролли заодно посмотрим как она выглядит мог 7 полы поручением на сбор в дорос этим слабакам никогда не хочу чтобы ты поехал в дорос смотрел там все округу сделаем сарман добро пожаловать снога сам ты снога старик тебя даже бороды нет нормальной как у сармана она была но сможете заслужить мою признательность уровень действия также позволю вам пользоваться он тем сундуком для хранения ваших вещей о так особых предметов понятное дело никаких нет письмо в думландский лагерь давай мне нравится то что здесь все выдали мне задание какое-то это очень неплохо и считаю так можно войти фракциям на этим ни одного мне вообще ничего не хотят давать я не могу даже воинов нанять поэтому придется пока в соляного побегать поделать значит дунландский лагерь потом эдерас разведка и в пещеру тролли и бежим на дунланца у нас тут отдельная фракция ваза них будем еще играть вот но как бы надо им доставить вождь вульф так нет ни ему так это понятно это компаньон думландский управитель лагеря утуду у думландцев все как бы просто они здесь все в одном месте так не нужны твои поручения вот дай глав дай глава должен был поручение доставить да-да-да погнали в эдерас только надо аккуратно я по землям рохана гуляю тут можно и отхватить все и погнали в пещеру троллей путь не близкий ой-ой-ой-ой не надо охотничий лагерь кстати дунландские разведчики защитите меня и надо с фангор нам быть поосторожнее если я туда зайду может случиться непоправимое но по крайней мере меня радует то что мы убрались наконец-то из лихолесь я но не близко и туда мы не вернемся скорее всего хотя за гундабад поиграть но что там за орка так у тебя здесь снаряжение вот мне надо что-то вот в этом духе приобрести ну и конечно же стандартный урк-хайский шлем я буду носить какой-нибудь они все мега крутые но у хор в ханский лагерь ни хрена себе ну ладно сбегаем задание углук здесь у нас здесь я настоящий углок запомни это снога хушнак длинноногий поручение нет да грейдаш древогрыз много у нас тут этих полководцев так мне надо еще провизию открыть и управителя бы желательно да еще запасами лично гул а ты кто она это компаньон типа такой вот короче охотничий лагерь уроков у нас здесь только здесь по ходу нету это он фангон кстати значит нету здесь дам старосты хреново ну или я просто не нашел так пещера троллей погнали вот это опасно 10 диких гоблинов у меня пока ничего нету так и что реально пещера троллей ладно здесь мне надо найти предателя море хотя думаю за морю мы тоже поиграем все таки море гундабад за эти земли еще на саму морю предстоит посмотреть я помню морю истории из недоделанной версии мода и там она была очень странная море я скажем так вот но посмотрим я думаю здесь она будет что надо охренеть реально тролль стоит но кстати место у них для пещеры просто посмотрите какой эпично и здесь очень хорошо все от солнца защищена принципе такая низина плюс булыжники с нот гор хозяин кнута на это у нас полководец марийский отдыхает здесь сочувствую что с троллем с ним можно поговорить тут много гостей очень подозрительный орк вот кстати кто мне нужен тролль странно лицо говорить проблемы о говорящий тролль понятно отдыхай друг я пришел за этим кадром свидание так и надо будет нам в морда раньше сгонять тут выше я так понимаю есть припасы броники вот это вот все но мы сюда просто письмо доставить поэтому неважно так ну к ханский лагеря далеко однако здесь земли такие более спокойно и тут он никого толком нет южная часть рвани он она очень спокойно и блин писи письмо варьягам ханда это же охренеть за которых мы кстати скоро будем играть это просто охренительная фракция вообще сами варьяги кханда не очень мне нравится наверное как и руницы вот хара дрем не очень мне нравится если честно даже с учетом слонов хара дрем вернее хара дрем мы хара дрем тоже и руницей хара дрем мне нравится как здесь сделаны конкретно в этом моде но в бафу моей допустим очень неплохо так тебе письмо до остальные в принципе мне не нужны начиная до сдать могу себе полома и громко они все вардханке у нас на по моему по сути да так надо поосторожнее давай короче в изенгард вот этого не надо нам роханские отряды черт возьми и ладно будем сражаться наверное да вот это я влип лишь просто никак даже их не остановлю эту конницу у них тихо не надо охренеть я даже испугался блин вы чё со своими стрелами как смог говорил через зарубил 1 вонючий лучника уж неплохо вонючим мечом жалким час вот этого раз к этим на стрельбу может стрел поменьше останется он или так вообще ну давайте уроды конюхи куда ними кстати попали в пятку и не надо они просто мне кайтит я тут умру скорее всего однако я одного забрал с собой может быть сейчас еще одного заберу если повезет на забрал еще одного зараза что же с вами делать враги дрогнули еще бы и дрогнули они могу чего в руках встретили который в соляновых убивает у у меня проблема на ну иди сюда давай только ты и я без своих дружков зараза блин у него наручен быстрее бьет тут по эльфийски кричишь придурок ладно я двоих убил на какой конец все они подумали что мертв так у меня а у меня забрали сапоги да по моему ну и хрен с ними я зато прокачался ну тут как бы до чувствуете что урок он мощнее чем просто какой-то орк орком бы я даже этого не убил кстати одна руч считается блин эту ручь вкачал посмотрим сейчас разберемся может с двуру чем буду ходить а может быть нет так я все сделал где тут 2 у меня для вас есть новое задание по очереди да типа он не дал потом я ему так у него нет заданий саруман уголку письмо давай сгоняем может быть там у них будут так червивый хлеб но мне его пока хватает изенгардский урочи шлем такое подпорченный изенгардский большой лук 1400 стоит денег пока нет можно нанять немножко уроков волчий всадник не хочу от уроков давайте возьмем будем с собой только уроков таскать правильно зачем нам эти вонючие грязные снаги нужны только элитных парней берем так охотничий лагерь что у нас еще есть пока ничего больше да это пока война не началась начнется война там уже еще лагеря появится дополнительная у изенгарда нет 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 не надо давай без этого какого черта можно спрятаться кстати тут мы до спрячемся потому что уже неразумно с таким количеством врагов вступать давай так изгнанники сейчас я найму еще парней можно будет их наказать новорожденных рукаев много так я мой склад в принципе можно купить еды немного кузнецам вот можно и зенгардский тяжелый меч но с двуручом ходить или щит взять простой щит море да наверно с двуручом я буду посмотрим короче неважно поручение есть нету врата море о а вот и на морю посмотрим раз уж так получается у нас охренеть а чё здесь столько уроков что за столпотворение все за оружием пришли давай иди сюда скотина вот так у вас 11 всего у нас еще и лучник есть смотри сразу стреляет уже попадешь к там дуще ты блин давай ты же урок каких-то вонючих дун ланцев мы разобьем то зараза блин да ладно серьезно так вы ничего не видели этого ничего не было ладно придется немного немножко нанять знак ну это так чисто наши рабы никаким уважением к ним и не пахнет сколько мне один варк а урок я не помню урок вообще может использовать варга по моему нет он только лошадь могу ошибаться короче меч вроде одноручный на так как у меня руки свободны и то соответственно две руки занимает да ты урот блин короче как меч бастард убейте его все так отборный застрельщик на вот этих мы берем вот так как то наверное рука изингарда один следопыт пусть волчьи всадники тогда будут орки так подожди-ка фракции изингард несколько пленных вот это неплохо пленных роханцев отобрали у дун ланцев так 900 значим на простой изингардской копье не интересует молод почему здесь лука нет минус 2 корону охренеть 2 дротики есть или шлем взять вручи шлем не устраивает меня плохой изингардский тяжелый меч 35 рубящий тут длина нормальная давайте оружие возьмем нормально все таки двуруч там дальше будет видно блин сапоги бы я взял какие-нибудь урокские сапоги следопыт она мне не хватает ладно погнали врата море и получается да у нас по заданию о ну началось мне надо ну нормально же общались твари эльфийские ну ты посмотри а ну вот как это вообще возможно 12 против 7 давайте попробуем вперед короче наездники все в бой эльфийские твари уничтожьте их просто да я понял убери уже это но давить их давите блин и убивайте в сари тваря в меня стреляет почему-то только одним ударом как меня заставили сейчас сейчас не заставили тварь и были на руби его руби а все и блин из-за того что одним ударом у меня только бил ладно ну там еще оглушают нормально давят еще один оглушен замечательно этих мы продадим тех кого глушили не наездники в принципе норм тащат четверо убита конечно но куда деваться изенгардские всадники наварге у рука изенгарда вот они не очень хорошо сочувствуют блин вонючие да куда ну куда вы прете там один чисто остался это кстати никого мы не взяли в рабство да чтоб тебя приходится вечно 1 оставлять да ну почему отстаньте от меня но идите блин сражайтесь с кем-нибудь еще ну какого черта разведчики дуны дайн еще какой-то говно за мной следует бесите блин так войти ну тут понятно войти в копия так это у нас дверь нифига себе руническая давайте посмотрим и это походу как западный вход до в море очень похоже где братство входило или же нет так сюда мы не проходим тут тоже у нас выход из зоны как я буду назад в изенгард возвращаться вот это вопрос а ну да мост х задумал он остался такой каким и был в принципе таким я его и помню то есть просто с краюшку типа проход над пропастью вот это слабенько если честно я думал тут море будет другая уже не вообще крипово выглядит море она здесь выглядит крипово но и странно то же время а где-то здесь у нас должен быть проход во второй черток кажется на или сразу в 21 но морю слабо сделали да это конечно жаль хотя могли сделать по-нормальному я не знаю почему такое сделали так а что у нас там там просто лестница наверх выбитые ворота и вот он вот он второй чертог ну хотя бы в этом ключе похоже так ты мне нужен там еще заплатишь понял хорошо потому что я блин потерял бойцов дойдя до сюда ну и вот как мне быть за мной лоринские эти ждут меня убирайтесь отсюда нафиг на очень опасное место 5 против 4 арнорские рейнджеры замечательно давайте в атаку зачем на ухо то кричать может варги хотя бы справиться мы пока пока этим их на себя так сказать отвлечем внимание вся надежда на варгов но варги сильные тем что там если гоблина убивают то сам варг еще как бы будет сражаться отдельно ну попади ну тоже следопыт ты не варг лучник посерьезнее но не в голову как будто целятся так минус один неплохо оглушен надеюсь его мы сможем пленить лучи блин скотина ладно пойдет так этом одного из моих до получается мы вернули отбили бойца так сказать так но живучесть двуруч качаем раз уж я в двуруч пошел нет но отстаньте ну блин но что с вами не так надо пещеры тролля добежать по крайней мере я могу уйти от них то есть мне хватает скорости сараза блин боевой дух понижается но что делать просто бежать отсюда идите швы к черту а ты посмотри скотина он просто стоит на месте ладно сломался бежим короче нафиг ту сторону короче сами побегут если надо будет я туда больше не хочу идти рук из ингарда давай ладно принципе и знак потаскаем куда деваться так деревня деревню которую надо ограбить вообще без вопросов собирался врата море и сам туда не хочешь поехать а вот вы зенгард нам по пути я туда как раз собирался так деревня где-то а где это вопрос ох нифига понял возле стим нет аж ну погнали войск вроде хватает еда есть все есть низная голый меня это смущает сильно так что там не стали меня бить походу пробежали и правильно будем короче всадников делать из ингарда из орков разграбить деревню вперед короче новорожденную рука и ты не мог бы мне штаны одолжить вдруг свидание смотри конюхи а вот там оглушают мне еще иди сюда дайте же ударить его так это сделано замечательно замечено что штуман то такое а так пару этих следопыта тоже то есть и лучники будут и ближники хотелось бы конечно крутых рука и в себе собрать но это как получится потому что они они сильнее чем у орки но так я выворачиватель чтобы это не значило может еще какие-то задания у этого вы зенгард задание это я сделаю так много человечины кстати есть это хорошо у нас есть еда много еды я бы еще у рукав взял но вот этих вот босоногих так фан горн мы не заходим нам это нафиг не нужно принципе тут проход весь безопасный от изенгарда доход ничего лагеря но во время войны там могут проблемы нарисоваться так а босс мы сопроводим охотничий лагерь у рукав как раз мне туда надо ехать помощи не нуждается до особый предмет котел давайте возьмем для боевого духа котел нам нужен не только что червивый хлеб жрать правильно так где там этот босс пойдем сопроводишь меня хушнаг длинноногий значим на погнали кратчайшим путем туда так нафиг нет я не хожу не вхожу в ангорн игра не надо вот этого да отстань один убитых и 4 ранены дойди в жопу я не заходил туда какого черта регионов ангорн ладно нормально пора балуки задуматься хотя и броню надо блины очень быстро по уровне сейчас война начнется я вообще не готов ни снаряжение ничего ханский лагерь ну давай сгоняем ладно принципе там безопасной земли тем более с армией с какой-никакой ну с отрядом изенгардский тяжелый меч блин он 40 наносит у меня 35 но стоит дорого большой лук полторы тысячи не тяну я его сейчас есть алебарда блин щит каноничный может быть потом ладно тяжелая броня пока ее не пахнет рваные обмотки какие-то взять или что-то вот в этом духе ладно погнали 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 это далеко ехать что нас гул ты ошибся бывает не знаю зачем это было как бы познакомились с носглами орк изенгарда волчий всадник здесь кстати в правильную сторону смотрят как он называется забыл постоянно забываю как эти статуи называются так главное пом площадь таком тебе да все правильно так погнали также наверное в охотничий лагерь там уже разберемся о и что такое гондорские разведчики да ах ты зараза еще руханская там это присоединилась она стоять на месте пока он будем их ждать нас большинство но мы слабые хотя тут он с этими с пиками хрена себе это было близко еще убить хотите меня что ли поаккуратнее не получаете урон блин по пути всех конину тоже бы кушать было что сейчас мы этих руханцев с гондорцами ты смотри смотри а скотина ты меня порезал блин зараза байтит всегда меня щитом надо не бить в щит просто и все все нормально будет как только открывается сразу рубить все проиграли да не коневоды не камни воды не смогли одолеть пятеро убита конечно но принципе неплохо крупный орг мародер крупный орг из ингарда пусть будет очень всадник такая вот у нас армия будет орки чисто всадники и кстати пожалуй это и их единственная нормальная роль потому что в других случаях они очень слабые кто-то сдолбался им ханским лагерем давай ладно сгоняем он любит в хант меня гонять просто каждый раз и никаких больше поручений здесь нет самое странное в общем ладно в любом случае думаю на этом мы закончим продолжим тогда уже в следующей серии на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр до встречи до встречи